Я думаю, что в том, что он получился, очень большая заслуга соперника Усика, который, в общем, пришел сюда не номер, приехал сюда не номер отбывать и не лечь и получить за это деньги. Ну, он хочет переломить судьбу, не больше, не меньше. И смотрите, еще одна деталь. Несмотря на свой такой немолодой возраст, он восстанавливается за минуту перерыва. Два предпоследних раунда закончились для него, очень неважно для Вентора, но вот после перерыва он выходит как будто с новыми силами. Очень насторожение сейчас держится, Вентор. Не, он влаштоваться, снова же таки, возможно, это досвид, дается в знаки. Вполне возможно, да. Сейчас Усик пытался спровоцировать, явно у него что-то было готово, но Вентор не пошел в атаку, именно потому что понял, что... Опа! Какой удар, какой удар, мы видели, вот спиной стоял к нам Вентор в этот момент. И какая способность держать удар, между прочим? Я думал, что после этого удару уже солнце на певный час точно сгаснет перед Вентором. Ничего, продолжу он стоять, хотя, ну, таке просто так не минается, однозначно. Да, поразительно, поразительно. Смотрите, он еще и пытается, так сказать, что-то сделать, он не стушевался. Пробилкий корпус опять. Сейчас Усик. Ну что, концовку раунда. Сейчас немножко... Не дав себя добить Вентор, не дав. Я бы сказал, что слишком много желания у Александра было. Немножко он сам против себя сработал. Но и Вентор молодец, вы правы, совершенно сработал очень хорошо. Выкинул кілька акцентованных ударов, и это его врятувало, возможно. Там ниже посе, по-моему, было. Тут рекере чуть-чуть перепало.